Салам алейкум, Дагестан! Доброго вечера всем, кто смотрит нас в сетке вещаний РГВК и доброго времени суток тем, кто видит нас в повторе или же в интернет-версии. С вами передача «Глобальная сеть» и я ее ведущий, инвагант Магомедов. В эфире 51 выпуск нашего проекта. А прежде чем мы начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, мне хотелось бы поблагодарить информационную поддержку телеканал РГВК, а также еженедельник «Свободная республика», «Свободная республика» газеты редумающих людей. Традиционное республиканское совещание работников учреждений образования с участием в Рио-Главе Дагестана Сергея Меликова прошло 20 августа в Махачкале в режиме видеоконференц-связи. Учитывая, что тема подготовки детей к новому учебному году сейчас актуальна, пользователи социальной сети пропустить ее не могли. По поводу этого события поделился своей информацией Шамхал Ахмеднабеев. Главными темами обсуждения стали итоги прошедшего учебного года, готовность к новому, воспитательная работа с подрастающим поколением, а также тенденция развития образования в республике и роль педагога в обществе, Сергей Меликов, предваряя заседание, отметил, что проведение августовского совещания в заочном формате вынужденная мера в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. Он так и сказал, качественное, эффективное образование этой инвестиции в будущее развитие республики всей России. Понимая это, руководство страны республики направляет значительные средства на строительство новых школ и детских садов, модернизацию инфраструктуры, создание новых мест дополнительного образования детей, оплату труда педагогов, сказал Сергей Меликов. Сообщил, что на реализацию мероприятий в сфере образования за последние два года привлечены только из федерального бюджета более 16 миллиардов рублей. Пользовательница социальных сетей Алина Серорудинова продолжила эту тему. По мнению главы региона, повышение качества образования напрямую зависит от отношения к деятельности самого преподавателя. «Считаю, что нам, всему обществу, необходимо сделать все возможное, чтобы вернуть высокий статус учителя в обществе», сказал руководитель субъекта, отметив, что немаловажное значение в этом имеет материальная составляющая. Он так и сказал, в июле текущего года постановлением правительства республики принято решение о повышении должностного оклада работников образования, в среднем – нескольким более чем на 20%. «Понятно, что эти деньги в абсолютных значениях пока небольшие – 3-4 тысячи рублей, но мы не намерены на этом останавливаться», сообщил Сергей Меликов. Написал пользователь Назир Керимов. Также глава республики отметил, что ситуация с низким размером зарплаты учителей является основным фактором возникновения дефицита кадров в образовательных учреждениях, в первую очередь в сельских школах, и призвал глав муниципальных районов создать дополнительные стимулы для привлечения на работу в образовательные учреждения молодых кадров. Также в Рио главы республики Дагестан затронул проблему материально-технического состояния образовательных организаций и их дефицит. Свыше 200 школ в республике располагаются в ветхих и аварийных зданиях, где проходит обучение около 9% учеников. 28 школ работают в три смены, сообщил руководитель региона. Делится информацией Мейли Дебирова. По словам Сергея, до конца 2023 года в планах построить более 160 образовательных организаций, и все эти объекты должны заполняться квалифицированными специалистами. Поэтому, говоря о задачах образования на следующий год, мы в том числе должны включить и эти вопросы, по которым отдельно проведем совещание и отдельно будем принимать по каждому объекту решения, отметил глава субъекта. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 16 школ и 57 детских садов из Слей. В сотнях образовательных учреждений проходит капитальный ремонт. Пишет пользователь Рустам Арабханов. Говоря о цифровой среде, Сергей Меликов сообщил, что сегодня в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта образования, в 102 школах республики уже созданы условия для внедрения цифровой образовательной среды, а в 2022 году запланировано оснащение оборудованием еще 145 школ. В связи с этим глава региона отметил, что немаловажное значение имеет и подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, обладающих в том числе компетенциями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Истанционное обучение, по словам в Рио главы республики Дагестан, ни в коем случае не должно заменять традиционную форму обучения, когда учитель лицом к лицу с учениками не только обучает их, но и воспитывает, приобщает их к культурным, традиционным, духовно-нравственным ценностям нашего общества. При этом делать это надо в доступной для детей форме, где-то через усиление внеурочной работы, где-то в рамках дополнительного образования, где-то через спорт, считает Меликов. Рассказала свою часть истории Исаният Кантемирова. Отдельно глава субъекта остановился на вопросе физической подготовки молодого поколения. У нас сегодня принято решение о создании школьной футбольной лиги. Это очень важно. Мы гордимся нашими борцами, боксерами, представителями других видов спорта, но детям и школам нужен массовый спорт. Таким может стать футбол. Эту программу мы сейчас вводим повсеместно. По словам Меликова, благодаря министру спорта и министру образования в ближайшее время разработается программа «Футбол в школе». Кроме того, для занятий с культурой спортом в сельской местности только в этом году в 65 школах устанавливаются спортивные воркаут-площадки, футбольные мини-поля, ремонтируется 15 спортивных залов. Было отмечено, что одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является развитие гражданского и патриотического воспитания. По мнению Рамазана Абдурахманова, ситуация выглядит следующим образом. Для нас очень важно формирование у молодого человека чувства патриотизма, гордости за свою родину, активной гражданской позиции и готовности к служению отечеству. С 1 января текущего года в России в рамках нацпроекта образования стартовал новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В республике эта работа идет достаточно активно. В ней задействованы уже десятки тысяч детей и подростков, сообщил Сергей Меликов. Руководитель Дагестана отметил, что образование – это не та сфера, где можно ожидать коренных изменений за год-два. «Мы нацелены на планомерную системную работу, но определенные показатели уже сегодня вселяют в нас определенный оптимизм. Например, в 2021 году вырос средний балл почти по всем предметам, кроме математики и химии. Число высокобальных работ среди выпускников – 80 и более баллов по такому важному предмету, как русский язык, выросло более чем на 18%. «Нам необходимо такие позитивные изменения закрепить в качестве долгосрочных тенденций», – сказал глава региона, добавив, что в этих целях совершенствуется система стимулов для учащихся на достижении как собственных, так и общественно значимых целей на качественную учебу». Завсегдат из социальных сетей Ислам Казанбеев написал следующее. Элибера Сайпулаева отметила, что в эпоху четвертой промышленной революции формация образовательных организаций меняется со школы для всех в школу для каждого. Цифровизация, сетевое взаимодействие, гибридный формат обучения, геймификация, обучение всю жизнь, стим-образование, виртуальное и дополненное реальности, мобильное и смешанное обучение становятся не просто словами, а явлениями, которые начинают входить в образовательную действительность. Боятся современных цифровых технологий, считая Сайпулаева, не стоит. Нужно лишь суметь грамотно использовать данный ресурс в образовательных целях. Впервые августовское совещание в республике пройдет в течение двух дней. Завтра участники распределятся по шести секциям и обсудят наиболее острые проблемы на каждом уровне образования. Первый день работы совещания завершился вручением государственных наград отличившимся работникам образования республики. С 21 по 22 августа Роспатриот-центр провел всероссийскую акцию под флагом страны, приуроченную ко дню государственного флага Российской Федерации. Акция прошла в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники рассказали личные истории из жизни о собственных победах и достижениях. Также случилось водружение флага в частности. Однако тема российского триколора не могла остаться незамеченной и пользователем социальных сетей. Пользователь Махач Магомедов написал следующее. Для меня день российского флага это прежде всего день образования новой России. Россия вернулась к своим корням и обрела свой триколор, введенный еще Петром Первым. День, когда Россия обрела шанс на государственность нового для нее типа. Потом появится российская конституция с правами и свободами граждан. Потом появится институт гражданского общества. Но большая часть демократических достижений нашей страны уходит именно в тот день. И когда я вижу, что люди празднуют день российского флага, мне очень приятно. Они понимают, что флаг это символ страны, к которому нужно относиться с уважением. Пишет активная участница социальных сетей Феруза Исмаилова. 30 лет назад российский триколор вновь получил статус национального флага. Так, 22 августа 1991 года власти РСФСР постановили считать национальным стягом исторический флаг России, который тогда был описан как полотнище с белой и алой лазаревой полосами. А 27 лет назад в нашей стране появился новый праздник, день государственного флага России. Установлен он был в 1994 году указом тогдашнего российского президента и с тех пор отмечается в конце каждого лета 22 августа. В 2021 году день флага России также прошел 22 августа. Это было воскресенье, календарный выходной день. Но так как праздник, посвященный триколору, не считается официальным, своего выходного дня у него нет. Пользователь Анварбега Дрисов по этому поводу написал. Между тем, история самого российского триколора насчитывает уже более 310 лет. Так, создателем трехцветного стяга считается Петр I, который в 1705 году выпустил указ, обязавший все торговые суда плавать только с бело-сине-красным флагом. Причем Петр I сам придумал, как он будет выглядеть. Государственным же это бело-сине-красное полотнище официально стало только в конце 19 века, в 1896 году. Однако день флага был учрежден в честь совсем других событий, а именно в честь восстановления 22 августа 1991 года, во время августовского путча, исторического триколора. До этого, как известно, была советская Россия со своим красным стягом, на котором красовались серб с молотом. Эту же тему продолжила пользовательница руки от Гадисова. Кстати, сначала цвета флага обозначались как белый, лазаревый и алый, однако в 1993 году их изменили на более привычные нам белый, синий и красный. Тогда президент подписал положение, в котором наш флаг был описан как прямоугольное полотнище с белый, синий и красный полосами. Изменить же название цвета было решено, так как на историческом флаге России, который по идее должен был быть возрожден в 1991 году, никогда не было лазаревой и алой полос. Пользователь Муслим Адуев написал следующее. В некоторых российских городах традиция и стала запускать в небо воздушные шары трех цветов. Естественно, речь идет о белом, синим и красном цветах. Причем обычно эти шарики людям раздают бесплатно. Между тем, в этот праздничный день не забывают и о трагических событиях августа 1991 года. Например, в Москве обычно проходит церемония возложения цветов к монументу погибшим во время августского путча. Кстати, день флага уже не раз отмечался рекордами. К примеру, в 2011 году Течня похвасталась самым большим флагом России, закрепленным на флагштоке. Гигантский триколор тогда вывесили на 300-метровой сопке, находящейся между населенными пунктами Ойсхара и Центарой. При этом высота флагштока тогда составляла 70 метров, а площадь самого полотнища 150 квадратных метров. Своё мнение написала Аминат Ибрагимова. Культурные площадки организовали праздничную программу в честь Дня государственного флага Российской Федерации. Специальную программу подготовили парки, библиотеки и культурные центры. Прошло много праздничных онлайн и оффлайн событий. Махачкалинцев и жителей других населенных пунктов ждали познавательные лекции, экскурсии, мастер-классы, виртуальные выставки и творческие встречи. Мероприятия проходили с 20 по 22 августа. В риукове Дагестана Сергей Меликов, находясь с рабочей поездкой в Дербенте, провел совещание, посвященное обсуждению комплексного территориального развития городского округа, город Дербент. Все подробности в комментариях к этой новости. Магомед Загиратаев по этому поводу написал следующее. В рамках визита глава региона поздравил с получением новых квартир двух ветеранов-афганцев, а также заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы подзюдо Камала Ханмагомедова. Сергей Меликов отметил отважный подвиг воинов-афганцев и то, как доблестно они исполняли свой интернациональный долг. Также глава республики поблагодарил Камала Ханмагомедова за достигнутые спортивные успехи и пожелал удачи в подготовке молодых спортсменов. Ему отвечает завсегдатой виртуальных дебрей Разиат Ахмедова. В рамках визита главы региона поздравил с получением новых квартир двух ветеранов-афганцев, а также заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы подзюдо Камала Ханмагомедова. Сергей Меликов отметил отважный подвиг воинов-афганцев и то, как они доблестно исполнили свой интернациональный долг. Также глава республики поблагодарил Камала Ханмагомедова за достигнутые спортивные успехи и пожелал удачи в подготовке молодых спортсменов. Не остался в стороне от дискуссии Арслан Асхабов. Первый шаг на пути к получению льготных выплат – официальная постановка на учет по месту жительства. В жилищном фонде или местной администрации составляется заявление на получение жилищной субсидии. В среднем рассмотрение заявления занимает около 30 дней, после чего заявителя извещают о результате тем способом, который он указал в заявлении, например, письмом, звонком и так далее. После написания заявления заявителю выдается расписка. В ней указан необходимый перечень документов, которые самостоятельно запрашиваются ведомством через межведомственные связи. Соответственно, данные будут получены без необходимости предъявления документов гражданинам. Мукусун Гусейнова по этому поводу написала следующее. Проблемы с получением сертификатов на бесплатное жилье у афганцев в Дагестане начались после 2004 года, когда в федеральный закон о ветеранах были внесены поправки, по которым всех ветеранов, которые воевали вместе, разделили на две категории – на тех, кто встал в очередь на получение жилья до 2005 года и на тех, кто после. Первых жильем более или менее обеспечили, а вторым стало возможным говорить. Ждите, пока денег нет. Дагестанские ветераны теперь слышат эти слова ежегодно. Каждый год на квартиры для них выделяются от 30 до 50 миллион рублей, но это капля в море. Такими темпами многие из них до улучшения жилищных условий просто не доживут. Поделился своим мнением и Умар Малаев. На протяжении многих лет воины-интернационалисты слышали обещание о том, что им дадут квартиры. Уже поколение новых людей сменилось, уже их дети выросли, а обещанных квартир как не было, так и нет. Людям обидно, почему квартиру есть у дюрбенских афганцев, но про махачкалинских или буйнакских афганцев даже ничего не слышно. А может давали квартиры, но до нас эта новость не дошла. А вот у Джамиля Гаджиевой тоже своя точка зрения. Вот здесь вы не правы. При прежних мэрах квартиры все-таки давали. Я знаю несколько семей, которые получали ключи от новых квадратных метров при Саиде Джапаровиче. Но это были разовые акции, и это были именно те люди, которых он лично выбирал. Если люди находили ключи к его сердцу, то он помогал. А если не находили, то для них все было в порядке живой очереди. Но справедливости ради нужно сказать, что хоть как-то, но квартиры афганцам все-таки раздавались. На что ответил Исмаил Халидов. Ветерану боевых действий, поставленному на очередь для получения сертификата положена жилищная площадь равная 18 квадратным метрам. Я думаю, что за время, которое прошло после войны, можно было бы решить вопрос. Это для людей, которые проливали свою кровь по решению руководителей своей страны. Да, мы их туда не посылали, но и они сами ехали на эту войну по приказу сверху. У них не было выбора, поехать или не поехать на эту войну. Поэтому давайте уважать человеческую жизнь и то, что положено людям. Мурат Халидов написал следующее. Пользователь Адиль Гусейнов. Дагестанские афганцы неоднократно собирались в афганском парке Махачкалы с намерением устроить бессрочную голодовку. Даже несмотря на то, что когда-то один из бастующих умер. Люди десятилетиями ждут положенного жилья. Каждый раз власть меняется, обещания даются. А этот вопрос не решен до сих пор. Люди устали ждать и каждый раз собираются, чтобы в очередной раз выдвинуть свои требования. Вот только в положительный исход дела уже мало кто верит. Просто у них нет другого выхода. Поэтому и радуемся тому, что дербинские афганцы все-таки получили то, на что они надеялись многие годы. В Хасаверте 24-летний местный житель в ходе возникшего конфликта нанес на живые ранения своей 49-летней матери. Сообщается, что скандал возник на тему имущественных вопросов. Подробности этого происшествия и реакция на него в комментариях пользователей социальных сетей прямо сейчас. Первым этой новостью поделился завсегдатой социальных сетей Расул Нажмудинов. В Хасаверте 24-летний местный житель в ходе возникшего скандала нанес на живые ранения своей 49-летней матери, сообщает пресс-служба МВД по республике Дагестан. Сообщается, что скандал возник на тему имущественных вопросов. В результате случившегося женщина скончалась в центральной городской больнице города Хасаверта. Преступник сразу же скрылся с места происшествия. Сотрудниками уголовного розыска было установлено его местонахождение. Он задержан и доставлен в отделение полиции. В содеянном он сознался, орудие убийства изъято. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. К этому продолжает Айшат Нажмудинова. «Я согласна, что мать должна относиться ко всем детям одинаково, какими бы они ни были. Потому что недолюбленные дети страдают очень сильно, особенно когда видят иное отношение к другим детям. Вот и трагедия произошла. Но убить мать – это уж ни в какие ворота. То, что сын ненормальный – это факт». Однако на видеозаписи мы видим богатый двор и дом полную чашу. Неужели у них было все так плохо, что они могли договориться и жить хоть и в ссоре, но мирно? Там есть вопросы ко всем участникам этого происшествия. Завсегдатай Айгунгетинов высказался по этому поводу. «Когда для людей нет других ценностей, кроме денег, по-другому не бывает. Я хочу, чтобы все меня правильно поняли. Парень, безусловно, сволочь. Но таким его родили и воспитали. У его матери в произошедшем не меньше вины, чем у ее сына. И таких сыновей-потребителей в Дагестане очень немало. Это, можно сказать, целое поколение такое. Они даже родителей оценивают с точки зрения того, как те материально состоялись. Поэтому в раскаяние таких людей я не очень верю». В диалог вступил юзер Хамис Кумаева. «Бедная женщина. Носить в животе 9 месяцев, терпеть боль родов, недосыпать ночами, кормить, ухаживать, в итоге умереть от его же руки. Что бы она ни сказала или же не сделала она мать, как можно с матери так обращаться? У кого-то мечта хотя бы услышать голос матери, а здесь собственной рукой сын закалывает мать ножом. Ужасная история. Я думаю, что нас ждет много некрасивых подробностей, которые расскажут предысторию этого убийства». Гаджумрад Абдулхаликов по этому поводу написал следующее. «Да черт возьми, что происходит? Что вы творите? Да как можно так? Ради чего? Ради земли, ради денег. Пусть Аллах убережет меня и моих родных от таких поступков. Молодой человек, нет вам оправдания. Ни в этой жизни, ни в иной. Бойтесь своего создателя, перед кем вы будете отвечать. Никогда не забывайте, что и вам в затылок дышит смерть. Убийство матери – это большой грех, и вам с этим жить». Своим мнением поделилась пользовательница Амина Зеркуева. Уже несколько случаев убийства матери собственными сыновьями. Жен душили, сестер убивали, что за время пошло? А ведь мать как цербер за них, и в доме им всем прислуживает. Сыновья на высокой скале у них, и лишь у их ног дочери. Не исключаю, что и девочки на такое способны, но их обиды, если можно так сказать, оправданы. Женщины большей частью унижены у нас, а теперь матери погибают от рук собственного чада. Дожили». Юзер Шамиль Идрисов по этому поводу тоже не стал скрывать свою позицию. «Вай Аман, несчастный ты человек. Мои родители отвернулись от меня, отделяли от младшего брата. Всю жизнь помогали ему и помогают. Я инвалид второй группы. Несмотря на то, что у меня были моменты, когда дома ни рубля не было. Несмотря на это, я простил их. Не нам судить кого-то. Есть создатель наш. И он нам всем судья». Походу, парень близко все принял к сердцу, хотя это не повод оправдывать его. Всем терпения. Пользователь Эльмира Идрисова написала следующее. «Мурашки по коже и слезные глаза наворачиваются от слов «убил маму». За маму можно только умереть, а не убивать. Ту, которая носила тебя под сердцем 9 месяцев, рожала в муках, растила, заботилась, не спала ночами. Как он будет жить дальше с таким грузом на сердце? Мне стыдно осознавать, что это происходит. У нас в Тагестане, где честь и отношение к родителям стоят на первом месте». Пользователь Хамзат Газимагомедов также поделился своим мнением. «Насколько я вижу, парень ездит на хорошей тачке. Дом большой. Чего не хватает, непонятно. Очень жаль, что такое произошло у нас в Тагестане. Не успеваешь подумать, что хуже уже быть не может. И вот появляется что-то, от чего земля из-под ног уходит от удивления. При том, что он ведь не голодал, его не бросили где-то в канаве. Но ему было все время всего мало. Бессовестный. Заработай на дом сам, а не с матерью требуй. Его отец, кажется, тоже возмущен был. Понятно, в кого сын пошел». И все же самым интересным было мнение пользователя Махмуда Багаудинова. «Куда катится мир? Тут голос повысить боишься на родителя, а тут на тебе такое убил мать родную и к папке побежал герой. Живи теперь в этом кровавом доме. Люди, я в шоке. Столько мыслей в голове, столько высказываний. Эмоции зашкаливают. Парня, походу, к деньгам с раннего детства приучили. Вот и привык, что всегда кто-то его проблемы решал. Сейчас самому придется выкручиваться. Одно ясно, совесть его не замучает». Подвел итоги этой новости Руслан Алиев. «Админ, я понимаю, что это как бы ваша страница, как бы не личная, но все же новости такого характера не стоит публиковать, на мой взгляд, если только регламент не обязывает вас делать это. Потому что читая постоянно новости об убийствах родственников, у некоторых может возникнуть как бы привыкание к таким новостям. И кто-то сочтет такие случаи, как обыденность в нашей республике. А это не так и не должно быть так. Надеюсь на ваше понимание». В Волгограде продолжается расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Дагестана. Мужчину обвиняют в хищении в 8 миллионов рублей у детей-инвалидов, над которыми он оформил опеку. До такого дна мы еще не опускались. Внимание на экран. Пользователь Муслим Гусейнов по этому поводу написал следующее. «В октябре 2018 и в июне 2019 года мужчина через администрацию Камышинского муниципального района оформил опеку над восьмью воспитанниками государственного специализированного учреждения «Привальский дом-интернат для умственно отсталых детей», рассказала старший помощник следователя следственного управления СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталья Рудник. Вместе с документами на опеку мужчина получил право распоряжаться имуществом и деньгами недееспособных несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Пользовательница социальных сетей Кальмат Гаджиева пишет. «По версии следствия, новоявленного опекуна интересовали счета детей-инвалидов, на которых скопилось без малого 8 миллионов рублей пособий и социальных выплат. Мужчина собрал опекаемых и уехал к себе на родину, где обналичил 8 миллионов. Заниматься с особенными детьми мужчина не собирался, жил со своей семьей отдельно, получая регулярные выплаты на каждого ребенка». Продолжил разговор на эту тему Илья Сдалгатор. Решение о передаче детей под опеку уже отменено. В Дагестан выехала следственно-оперативная группа, состоящая из следователей третьего отдела по расследованию особо важных дел исследователей-криминалистов. Туда же отправилась комиссия из числа сотрудников органов системы профилактики. Воспитанников детдома вернули обратно в социальное учреждение. Лила Мусагалиева поделила своей информацией. Обвиняемого арестовали и экипировали в Волгоград. Накануне Центральный районный суд продлил ему срок содержания под стражей. Следователь готовится предъявить мужчине обвинение в окончательной редакции, после чего он начнет знакомиться с материалами дела. Директор социального учреждения и руководитель районного отдела опеки уволены. Написал обитатель виртуальных дебрей Абдулазиз Абдулаев. «Вместо того, чтобы им помогать, такие как он, их губят. Я считаю, что такие дела не делаются в одиночку. У него были поддельники. Вместе с ним надо посадить всех, кто разрешил ему опеку над детьми и не следили за их дальнейшей судьбой. Он, конечно же, подонок, каких еще поискать. Но, судя по всему, он такой не один». Пишет Тамила Дибирова. «Обкрадывать сирот такого у нас еще не было. Этих детей в хорошей семье бы отдать и потратить деньги на их лечение, реабилитацию и отдых. Может, и полегче им стало бы. Но наш земляк рассудил иначе. Деньги ему, видимо, нужнее, чем детям-сиротам. Позарился на имущество сироты? Ох, я ему не завидую. Что с ним будет делать в судный день, даже представить страшно». Это обсуждение дополняет юзер Саид Димиров. «Ничего святого не осталось у наших дагестанцев. За деньги и совесть продадут, и все человеческое, что внутри могло бы у них быть. Мне очень жаль, что нет его фотографии. И даже фамилии нет. Мы должны знать своих в кавычках героев в лицо, потому что бессовестные поступки должны осуждаться. Такие, как он, о боге не думают. Они рассчитывают жить вечно и набивать карманы любыми методами». Пользователь Шамхал Ахмеднабиев обозначил следующую позицию. «Мы много тут читали про длину шорт, про то, какие мы, дагестанцы, высокодуховные и высоконравственные. Но тогда откуда берутся вот такие вот бессовестные люди? И помяните мое слово, на суде у него будет много родственников, которые будут его поддерживать и никогда не осудят за то, что он сделал. Таков дагестан с его двойной моралью. Но меня радует, что в большинстве комментариев этого человека хотя бы осуждает». Олимпийский чемпион Альберт Ватургазиев после возвращения из Токио подтвердил, что намерен выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году. В то же время он продолжит выступление на профессиональном ринге, где может провести матч-реванш с американцем Дьюком Реганом. Однако через комментарии пользователей социальных сетей вы узнаете еще некоторые подробности. Пользователь Абдурахман Арсланов по этому поводу написал следующее. «Альберт Ватургазиев очень скромный парень, поэтому неудивительно, что он сказал следующее. «Сейчас я стараюсь забыть то, что стал чемпионом». Как говорит тренер, слезь пьедестала Альберт. Начинаем все заново. Впереди еще много турниров, соревнований, много профессиональных боев. Так что будем стараться и дальше радовать зрителей и болельщиков. Сказал боксер во время торжественной встречи. Эту новость дополнила Айзанат Алиева. С 5 августа все ногайцы мира и России ликуют. В разных уголках страны отмечают победу на Олимпиаде в Токио российского боксера Альберта Батыргазиева. 23-летний Альберт Батыргазиев родился в дагестанском селе Геметюбе Бабайортовского района. Интересно, что в регионе всегда славившимся борцами мальчик выбрал бокс. Но когда ему было 6 лет, семья переехала в Нижневартовск. Там, где они жили, условий для занятий боксом не было. И Альберт пошел на кикбоксинг, которым занимался до 18 лет. Но мечта бокса не оставляла его. И в 2016 году он впервые заявился на юниорские соревнования. Всего 5 лет занятий и победа на Олимпиаде. Диалог также продолжил завсегдатой социальных сетей Саид Гасанов. Напомним, что Альберт Батыргазиев в финале минувшей Олимпиады победил Дьюка Регина, раздельным решением судей, и стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. После поражения американец заявил, что хотел бы встретиться с Батыргазиевым на профессиональном ринге. Отметим, что оба боксера уже начали профессиональную карьеру. Батыргазиев провел три боя, а Реган — четыре. К тому же американец в прошлом году подписал контракт с известной компанией TopRank. Поделилась своей информацией и имена Цурхаевым. Альберто Батыргазиева поздравил телеграммой о Владимир Путин, отметивший, что золото российского боксера стало достойной наградой за мастерство и волю. Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутев в интервью ТАСС сказал, у Батыргазиева уникальная история, по ней фильмы можно снимать. Он только пять лет занимается боксом и уже олимпийский чемпион. Просто невероятная история. На полуфинальный поединок Альберт Батыргазиев вышел под песню нагайского композитора Арсланбека Султанбекова «Домбра». Это песня дорогого мне человека, а сау Арсланбека Султанбекова. Он играет этим на аудио на Домбре так, что просто захватывает дух. Она на нагайском языке. Сам я нагаяц. Шамиль Юнусов тоже процитировал Альберта Батыргазиева. «Очень много планов по поводу профессионального бокса. Ранее я провел три поединка. Мне кажется, это мое. Сейчас можно совмещать. Убрали ограничения. Смело заявляю, что пойду на следующую Олимпиаду. Что касается за реванша с Регайаном, то это вполне реально и актуально после Олимпийских игр. Тем более, очень много таких случаев, когда спортсмены встречались на Олимпийских играх, делали реванш в профессиональном боксе. Это продолжение истории». Далее продолжает диалог Джимиля Расулова. «Пятое августа – исторический день для всех нагайцев, где бы они ни проживали», – рассказала главный редактор издания «Голостепи» Эльмира Кожаева. «Впервые представитель нагайского народа не просто поучаствовал на Олимпиаде, что уже для нас достижение, но и одолел соперников из Монголии, Кубы и Америки и стал чемпионом Олимпиады». Альберт доказал, что настоящий воин, который идет до конца. Борец с характером и в то же время с уважительным отношением к соперникам. Победу боксера праздновали в Бабаюртовском районе, откуда он родом, а также в Китлярском, Тарумовском, Ногайском районах Дагестана. В городах Турции, где проживают нагайцы, тоже запускали салюты. Во многих городах праздновали победу Альберта Батыргазиева, первого нагайца чемпиона Олимпийских игр. Написал пользователь Ахмед Исаев, «У Батыргазиева нет кумиров, ему не нужны подписанные кем-то перчатки, но он всегда отмечал двух боксеров, интеллектуальный бокс Мохаммеда Али, стиль и философию Мэнни Пакео. Альберт не хочет уничтожать соперника в социальных сетях, вспоминая высказывание Пакео. «Кто будет вести себя смиренно, тот будет возвышен, кто будет себя возвышать, тот будет унижен». Альберт Батыргазиев на Олимпиаде в Токио вел себя смиренно и воплотил свою мечту в жизнь. Стал олимпийским чемпионом в полулегком 200, обыграв американца Дюка Регана со счетом 3-2. Пользователь Али Рашидов процитировал инстаграм Альберта Батыргазиева, «Когда я был маленьким и только начинал заниматься кикбоксингом, я увидел, сколько радости моей семье приносят мои победы. Я понял, что просто обязан стать спортсменом, которым они будут гордиться. Радость моих родных стала моей самой большой мотивацией. Я завоевывал все новые и новые награды. А когда оказалось, что все возможное в кикбоксинге я уже выиграл, решил поехать на Олимпиаду, поменял вид спорта, стал четырехкратным чемпионом России по боксу, получил олимпийскую лицензию». Итог обсуждения также подвел Абдулзагир Кадыров. Мы от всей души еще раз поздравляем Альберта Батыргазиева. Его победа заслужена и открывает ему дорогу в большое спортивное будущее. Ну а если учесть радость, которую он принес нагайцам со всего мира, то результаты его побед не просто баллы в спорте. Жаль, конечно, что он не представлял Дагестан. Но с другой стороны, наш человек и в Африке наш человек. Успехов тебе, Альберт. Ну а на этом, пожалуй, все. Это был 51-й выпуск проекта «Глобальная сеть». Вел его я, Димбаганф Магомедов. Спасибо всем, кто смотрел нас в эфире телеканала РГВК и на нашем YouTube-канале. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова